Да уж, сейчас конечно понимаю, что протупил. Наверное надо было дождаться, когда выйдет третья часть. В конце концов, её официально называли концом трилогии. И такой финальной главой, а уж потом пилить ретроспективу. Ну, сейчас поздно об этом думать. Лучше дождусь выхода Shredder's Revenge, а потом попробую сделать новый ролик про Черепыха, ведь столько воды утекло. Но сейчас речь пойдёт всё-таки о другой пикселятине. Blaster Master Zero 3. Держит ли она марку, и что новенького может нам предложить? Ещё в трейлерах показывали, что теперь у нас новый главный гиммик, это возможность инвертировать пространство. Немного чересчур абстрактная концепция. Иногда инвертирование пространства помогает также инвертировать время. Например, стеклянные платформы, которые под вами ломались, теперь наоборот, под вами будут чиниться, и можно будет куда-то пройти. Иногда это нужно, чтобы продамажить босса. Или найти какой-то секрет. Хотя я не всегда понимаю, как эта штука работает, так или иначе она всегда оказывается очень полезной. Как в бою, так и в эксплорейшене. И как ни странно, даже в повествовании. Если кто не помнит, то вторая Zero закончилась на том, что парочка прибывает на планету София. Там Еви могут и помочь, но на самом деле становится только хуже, так как её забирают, а самого Джейсона сажают в тюрячку. Однако, долго же чалиться там не придётся, поскольку мутанты, главные угрозы всей галактики, наконец-то нападают на планету София. И всем как-то становится не до него. Да, как какой-то заправский боевик, игра начинается с побега из тюрьмы. Вечно что-то происходит, что-то взрывается, планету дербанит туда-сюда. И не пройдёт много времени, перед тем, как мы получим свою способность инвертировать пространство. Да, игра обладает достаточно высокой динамикой. Мне кажется, что даже враги стали быстрее и многочисленнее. Систему оружия переделали, чтобы не приходилось так сильно печься за своё здоровье, чтобы только уметь нормально стрелять. Но сохранение оружия в полной боеготовности всё ещё проблема. Дело в том, что тут появилась своя собственная новая категория врагов. Роботы-охранники, которых убить в принципе можно, но это долго и сложно. Во многих ситуациях кажется, что лучше их вовсе избегать. Но если уж они напали на твой след, то иногда лучше попытаться отбиться. Да и вообще, пеших уровней, мне кажется, стало больше. Главным образом потому, что в них зачастую вам дают на выбор два маршрута. Либо идти через обычное пространство, либо через инвертированное. Обычное дольше, но безопаснее, а инвертированное соответственно наоборот. Так что же это всё же за инвертированное пространство, спросите вы? Если вы спросите это у Лебница, он вам ответит, задолбал по гугле. Да, он очень токсичный, да, он теперь ездит в одном вездеходе с нами. Сцена в конце второй части намекала, что он отправляется спасать землю от захватчиков, но как всё же он её спас, остаётся как-то за кадром. Хотя некоторые люди излагали версию, что третья часть будет про него, но нет. Его, как и нас при прибытии, атакуют, уничтожают его летающий танк и теперь он тусуется здесь в кабине пилота. И хотя он сидит тут на птичьих правах, он эти права почему-то очень много качает. Если вы когда-нибудь водили машину, в то время как на шотгане сидит женщина и что-то советует, вы понимаете о чём речь. Думаю, этот приём разработчики создали, чтобы мы поскорее начали скучать по Еве и хотели её найти. Лично со мной это сработало. К счастью, в кабине можно найти аудиозаписи. Там она даёт общие советы по игре и рассказывает, как работают разные оружия и апгрейды. Чарующие звуки её голоса... Так, стоп, голоса. Да, отдельным поводом для хвостоства служило то, что как раз до этого переиздали первую-вторую часть на физических носителях. И в качестве бонуса решили не изобретать новый контент, а просто озвучить многочисленные диалоги предыдущих двух игр. Перепроходить я как-то не собирался, но был всё-таки обрадован, подумал, может и в третьей теперь будет озвучка. Когда третья часть наконец вышла, сел в неё играть и был очень расстроен, что это не так. А когда прошёл пол игры, вдруг осознал, что для третьей части озвучка продаётся отдельно в качестве DLC, которая весит почти так же, как сама игра без зоны. Даже не знаю, кого обвинить в остолобстве, себя или разработчиков. Или может лучше винить в жадности? Ну тогда получается, мы оба жадные. Я ещё понимаю, в японских играх часто встречаются там DLC с костюмами. Немного напоминает мобильные игры, но хоть без гачи. Но DLC с озвучкой? Ну это просто тушите свет. А если бы в игре была не только японская озвучка, но скажем ещё английская, они бы продавались паками или за каждую нужно доплачивать отдельно? Тогда бы каждая стоила вдвое дешевле или как? Теперь всосите с себя всю эту информацию, подумайте какая это чушь. А теперь представьте, что на самом деле эта чушь ещё большая. Да, DLC с озвучкой есть, но купить его отдельно нельзя. Озвучка есть только в коллекционном издании версии от Limited Run Games. В цифровой версии игры ни на одной платформе вы озвучки не найдёте. Блин, я ещё могу понять, как какие-нибудь староверы вроде Нинтендо уже 30-й год не могут свои игры нормальную озвучку запихать. Но это уже какой-то изврат. А, ну да пёс с ним, озвучка в игре хорошая. Немного японская, но хорошая. А если в этой игре что-то плохое или что стало хуже? Вообще-то у меня есть пара претензий к дизайну карт. Я понимаю, что это метроидование, карты не должны быть слишком простые или прямолинейные. Но я говорю о карте, знаете, как о радарчике. Она разбита на такие квадратики. И поскольку перемещаться в игре быстро можно системой порталов, не совсем понятно иногда, куда этот довольно крупный квадратик на самом деле ведёт. Так как зачастую всё так плотно скомпоновано, что на новом квадратики карты умещается сразу несколько проходов или важных предметов. Ещё зачастую придётся перепроходить уже ранее пройденные данжи. Ну, то есть не придётся, а желательно. Ну, то есть нежелательно, а надо. Но не всегда. Что за чушь я несу, спрашиваете вы? Ну, дело в том, что в определённых точках на карте респаунятся одноразовые щиты. Они предохраняют ваше здоровье от уменьшения и ваше оружие от даунгрейда. Ключевое слово тут одноразовое. Если ваш щит повреждает, вы его как бы выбрасываете, и где-то респаунится новый. Иметь их при себе полезно на случай сложных данженов, где бродят как раз-таки роботы-охранники, чтобы они вам оружие не ломали. Ну и, разумеется, на боссах, на которых чем полоска здоровья длиннее, тем лучше. Здоровье длиннее, арсенал шире. То есть, фактически, если вы какой-то перфекционист, то каждый раз, когда вы ловите маслину, вам нужно возвращаться на какой-то прежний участок карты, чтобы снова подобрать щит. Я поначалу так и делал, но так быстро заколебался, что решил собирать эти щиты, только если мне очень сильно нужна помощь со сложным данженом или сложным боссом. Вам советую делать так же, чтобы потом не было проблем. Короче, терпимо, но я бы нашел какое-то более изящное решение. Например, чтобы щиты все-таки в игре были, но их нужно было бы не находить каждый раз заново, а чинить. Денег в игре, конечно, нет, но может какой-то другой ресурс. Конечно, не прям на ходу, а на чекпоинтах. Короче, вариантов много, странно, что они о них не подумали. Да, наличие инвертированного пространства, конечно, расширяет границы игры. В том плане, что многие зоны приобретают фактически двойное дно. И иногда это важно для решения головоломок, и у вас получается вдвое больше вариантов, где можно применить новые апгрейды, чтобы попасть в новые локации. И хотя в этом обзоре я постараюсь особо не спойлерить, но дам вам навек, потому что без него вы не допрете, как открыть в игре настоящую концовку. Инвертирование пространства можно будет один раз использовать даже в диалоге. Это все, дальше думайте сами. А, так вот, несмотря на двойное пространство и то, что в сюжете игры теперь фигурируют параллельные измерения... Мне игра показалась несколько более камерной. Ну или, во всяком случае, меньше, чем она могла бы быть. Зачастую на краях карты, где уже, по идее, двигаться дальше влево или вправо нельзя, ничего не нарисовано, могли бы поставить какую-то стенку. А то я в игре много раз думал, о, туда еще, наверное, можно проехать, и упирался в край крана. Какая-то ошибка новичка с точки зрения геймдизайна, не совсем понимаю, как у Инти такое получилось. Также осуждаю, что в их играх до сих пор нет выбора режима сложности. Канда, которая начиналась с Мегамена, делает игры, которые в худшем случае средненькие по сложности. А если я хочу хардкора, почему я не могу перед началом игры просто выбрать хард и получить его? А так, очень редко мне на какого-то босса требовалось больше одной попытки. И вот так всегда. Можно разве что искусственно завысить себе сложность, там, используя какое-то не очень высококалиберное оружие, или специально не собирая щиты, но это уже какой-то изврат. Я знаю, что некоторые любят делать себе челленджевое прохождение, но я как-то к такому равнодушен. В остальном у нас опять очень качественное, немножко олдскульное метрейдование со своими гиммиками. Страдающее разве что от не всегда удобного быстрого перемещения. Создается ощущение, что игра стала компактнее, ведь в прошлый раз мы прям летали по космосу на джипе на многих планетах. А здесь, кроме, ну, небольшого возвращения на растительную планету из второй части, мы, в общем-то, путешествуем по одной и той же Софии и по ее спутнику. Да, недостатки в игре все-таки есть, правда они небольшие, вполне вероятно субъективные. А в основу очень качественная адвенчура, сюжет тоже держит марк, даже представили побольше иллюстраций, как я когда-то хотел. Их все еще меньше, чем могло бы быть, поскольку много информации передается просто через текст, но этот текст хотя бы может быть озвучен. В остальном связи с предыдущими частями держится отсылки к старым играм, вроде портрета, который является эдингом оригинальный метафайт на Famicom, который вы сейчас видите на экране. И да, эти персонажи Дженнифер и Кейн. Для повествования они ключевые, особенно в истинной концовке. И вот этот поворот в ее конце я вам гарантирую, что вы не предвидите. Не то, чтобы он прям крышесносящий, но вы его не предвидите. И да, чтобы увидеть настоящую концовку, больше не придется собирать все апгрейды в игре. Хотя, как по мне, они немного понерфили. Вместо этого нужно проявить нестандартное мышление, с которым у меня, видно, в мои 90 лет уже плоховато. Что я могу сказать? Одна из лучших современных метроидований, во всяком случае своей инди-категории. Слегка наивный, слегка глуповатый анимешный сюжет стал чуть серьезнее. До такой степени, что местами даже я его уже не понимаю. Хочется посмотреть, что будет серия дальше, если вообще будет. Может она перестанет быть пиксельной. Хотя я почему-то сомневаюсь. Начинать, конечно, с третьей не стоит. Но если вы до сих пор не ознакомились с перезапуском Бластер Мастера, то я вам рекомендую это сделать. И более, что теперь можно купить всю трилогию разом, тогда даже получите еще и озвучку. Хотя, может, когда-то жалятся и сделают ее просто скачиваемой. Ведь это такой, относительно легкий способ оживить любое повествование. А с геймплеем тут и так все в порядке. Пусть и без серьезных улучшений. Я рад, что такие игры до сих пор делают и, надеюсь, не перестанут.